Здравствуйте! О главных новостях в Орле и регионе расскажу я, Виктория Панина. Смотрите в этом выпуске. Спокойно, но весело. Полиция доложила об отсутствии серьезных происшествий на праздники, но ГИБДД задержала более полусотни водителей под шофе. Сегодня мы увидели замечательных малышей, мальчишек и девчонок. Родильные тренды. Увеличение репродуктивного возраста и непопулярные имена. Чем запомнился 2019 и сколько родилось в первые дни 2020-го? Сегодня были с утра проблемы с 29 маршрутом. Пропали маршрутки. Жители Лужков опять пожаловались на плохую работу перевозчиков. После вмешательства мэрии на линии случился переизбыток транспорта. Город трех фестивалей. Театралы озвучили планы на 2020-й. Нас ожидают Крылья Победы, Люди и Русская Классика. Генеральный партнер главных новостей – кредитный потребительский кооператив «Сберегательный Союз». Начнем выпуск с трагической новости. Игра на спортивной площадке в Орловской области закончилась несчастьем. 4 января в ХТНЦ 12-летний школьник качался на качелях, упал и получил травму головы. Бригаде скорой помощи не удалось спасти мальчика. Смерть наступила мгновенно. Спортивная площадка для детей с ограниченными возможностями здоровья была открыта в ХТНЦ в декабре прошлого года. Происшествием заинтересовался Следственный комитет Орловской области. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ. Причинение смерти по неосторожности. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается. Чрезвычайных происшествий и грубых нарушений правопорядка в праздничные дни допущено не было. Итоги работы в новогодние каникулы подвели в региональном ОМВД. Отмечалось, что посты маршрута патрулирования нарядов ППС, ДПС и вне ведомственной охраны были максимально приближены к местам отдыха и проведения массовых гуляний горожан. В охране правопорядка задействовался личный состав органов внутренних дел, Росгвардии, народные дружины и работники частных охранных организаций. Также были усилены следственно-оперативные группы. На случай осложнения оперативной обстановки сформирован резерв. В первую неделю года в засады ГИБДД попались более полусотни водителей, управлявших автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. В целом же, как отмечают в ведомстве, благодаря усиленной работе стражей в порядке, новогодние праздники в Орле прошли без серьезных происшествий. В другом ведомстве МЧС сообщили о том, что работы на праздниках было много. За большие выходные Орловские спецподразделения спасателей совершили 89 выездов, из них 33 на ликвидацию возгораний и 56 на различные происшествия. В основном происшествия это помощь населению, помощь населению в дорожно-транспортных происшествиях, вскрытие дверей. Также был один выезд на изъятие взрывоопасных предметов в Малархангельском районе, было изъято 4 минометные мины времен Великой Отечественной войны. Происшествие с гибелью людей в Новом году не зафиксировано. Впрочем, совсем без пострадавших не обошлось. При пожаре 31 декабря в 5-этажном доме на переулке Матросова-Селяково с ожогами госпитализирован один человек. Первыми орловскими новорожденными в этом году стали мальчики. Старт к 2020 году в роддомах областной столицы дали трое представителей сильного пола. Всего же в праздничные дни в Орле родились 80 малышей. Журналистка первообластного Виктория Яркова была в числе первых поздравлявших молодых мам. В главном ЗАГСе региона окончили подсчет новорожденных. 2019-й подарил Орлу 3244 младенца. Троняшек не было, и это явление редкое. А вот двойня счастливили 37 семей. Традиционно, наверное, уже много лет не выходят такие имена у девочек, как Мария, София, Виктория. Это традиционные имена, они уже почему-то много-много лет пользуются спросом. А мальчиков называют Даниилом, Дмитрием, Артемом много у нас, Никиты. Валентина и Светлана, казалось бы, такие распространенные имена. Однако в прошлом году в списке орловских новорожденных всего одна Валя и одна Света. Ну а первым младенцем, появившимся в Орловском городском роддоме в 2020-м, оказался мальчик. Сорвал врачам праздник, чему они, впрочем, были весьма рады. С 31-го на первую ночь никто не появился, а, наверное, все люди праздновали. А вот уже после обеда 1-го числа роды и начались. Родилось три мальчика. В 2020-м молодых мам поздравили от администрации города. 2-го января с почетной миссией прибыла Екатерина Данилевская, курирующая социальный блок уже более 10 лет. Орловской же традиции поздравлять мам и новорожденных в начале года уже более 20 лет. Я думаю, что это хорошая, действительно, традиция. Мы будем ее продолжать, потому что очень замечательно, что в нашем городе, в нашем любимом городе Орле, рождаются, в том числе и в новогоднюю ночь, жители нашего города. Сегодня мы увидели замечательных малышей, мальчишек и девчонок, которые будут жить в нашем городе, которые будут делать ее историю, которые будут продолжать наши начинания. В 2019-м году в Орле отметили увеличение репродуктивного возраста. Тенденция свойственная всем европейским странам. Молодых мам становится меньше. Анжелика Нохрина статистику подтверждает. Мамой стала к 30-ти. Первая долгожданная девочка, которую очень хотели, особенно папочка очень хотела. Мы стараемся, растем. Наталья Афонина не встречала Новый год за праздничным столом. Вторая дочь. Чем не новогодний подарок? Таня маленький. Наверное, так же спала. Она тоже такая же была. Чуть поменьше, но тоже спала, как королева. Раскинет ручки, ножки и спит. Похоже. И пальцы сосет одинаково. Всего в городских родильных домах с 1 по 8 января появились на свет 48 малышей. Еще 32 родились в перинатальном центре. Виктория Юркова, Андрей Борискин, телеканал Первый областной. Еще одна хорошая новость. Орловчане гриппом не болеют. Ни одного случая не зарегистрировано, сообщили в управлении Роспотребнадзора. Специалисты ведомства говорят, что традиционно грипп приходит в регион после новогодних праздников. По данным же Минздрава России, которые появились в федеральных СМИ, признаки эпидемии гриппа в стране будут наблюдаться в конце января и начале февраля. А пока санитарные врачи подводят итоги проведенной прививочной кампании. В предэпидемическом сезоне на территории привили более 369 тысяч населения, в том числе более 65 тысяч детей. Охват вакцинации против гриппа составил 49,4%. В Роспотребнадзоре напомнили о том, что вакцина цены – более эффективный способ предотвращения тяжелых осложнений. Не стоит пренебрегать и мерами индивидуальной профилактики. Если все же у вас нет выхода и необходимо посетить такое место, то пользоваться средствами индивидуальной защиты. Грипп обязательно лечить под наблюдением медиков. Поэтому при первых же симптомах специалисты советуют обращаться к врачам. В Лужках пропал целый автобусный маршрут. Тревогу начали бить жители микрорайона, не видевшие несколько дней автобусов под номером 29. Это новый маршрут, так называемый временный, появившийся после закрытия моста Дружбы. Съемочная группа главных новостей выехала на место пропажи. Оказалось, маршрут не пропал, просто курсировать автобусы стали гораздо реже. Сегодня нам группу нашей Лужки ВКонтакте с утра буквально начали поступать жалобы от жителей, что пропал 29 маршрут, то есть его нет на рейсе ни одного автобуса. В системе Голонас 29 почему-то не видны, несмотря на то, что это является одним из условий контракта. Свой взгляд на происходящее озвучили водители других маршрутов. Два дня уже не видно. Они работают до 1 января. До 1 января работают. То есть на 29 маршруте сейчас никого, получается, вы сегодня не видели моих машин, да? Я никого не увидел. Ну а жители, ездящие в вечернее время, рассказали о беседе, которая состоялась у них с одним из водителей. 29 маршрут. Нам не рентабельно работать, у вас и так достаточно маршрутов. Первый, 22 и 59 тоже у вас ходят. Это только в вечернее время? В вечернее. Вечернее. Он говорит, у нас водители заканчивают работу в 7-6 часов. Утром могут и выехать, там пара автобусов и все. Вот как прокомментировали произошедших в городской администрации. Сегодня были с утра проблемы с 29 маршрутом, но после того, когда мы связались с представителем перевозчика, нормализовалась обстановка, транспорт вышел на линию. За исключением того, что сейчас будут приниматься меры к данному перевозчику по поводу того, что не на всех транспортных средствах у него подключена система ГЛОНАС. То есть наши жители не могут наблюдать данное транспортное средство по системе БУД-57. Собственно, реакцию перевозчика на звонок из мэрии можно было видеть. Буквально в течение 10 минут на станции Лужки один за одним приехало сразу три автобуса. Правда, перед этим на протяжении 40 минут не было ни одного. В мэрии в очередной раз пообещали более пристально следить за работой перевозчика, а жители попросили сообщать обо всех фактах нарушений. Свадьба регионального масштаба, гастрофестиваль и испытания на прочность – это лишь малая часть мероприятий, которые пройдут в ближайшие дни в областном центре. Праздничная программа «Сказки на девяти дубах» продолжается. 10 января орловчан приглашают зажечь на Центральной площади. Именно там состоится диско-пати-гуляние. Гостей будет раскачивать главный символ Орловского Нового Года в слове «Разбойник». В субботу, 11 января, планируют остановить съедобный рекорд. Участники гастрофестиваля приготовят пятиметровую шаурму. Следить за процессом будут профессиональные повара. Кстати, результат общего труда смогут бесплатно попробовать все желающие. После вкусного обеда на улице Ленина пройдут спортивные состязания. Завершится Орловская новогодняя сказка 12 января – свадьбой. Свяжут себя узами брака Соловей-разбойник и Марья Марьевна. На праздничные пир и гуляния приглашают всех. Начало в 17 часов на площади Ленина. Также в этот день состоится награждение победителей конкурсов и квестов, которые проходили в Орле с 21 декабря. Орловские байкеры приняли участие в ежегодном зимнем мотопробеге «Хорс-2020». Для любителей ревущих коней это была уже девятая по счету возможность показать, что отнюдь не все мотоциклисты консервируются на зиму. Мотопробег назван в честь древнего божества «Хорса», который, согласно поверьям древних славян, управляет небесной колесницей с сидящим в нем солнцем. На окраину Курска съезжаются не только местные, но и мотоциклисты из Белгорода, Орла и Воронежа. Новый год стал рекордным по числу участников. Более 120 единиц техники и около 170 человек. Оно понятно, ведь пробег «Хорс» является одним из редких межсезонных мероприятий для байкеров. Это не гонка, главное вообще одолеть сложную трассу и дойти до финиша. Всего 30 километров бездорожья. В рамках пробега впервые прошли любительские соревнования на кроссовой трассе при поддержке Местной Федерации Мотоспорта России. Заезды проводились в трех классах – квадроциклы, мотоциклы «Эндуро» и мото с коляской. В этом году в Орле пройдут три масштабных театральных фестиваля. В свободном пространстве начали принимать заявки на участие в международном фестивале «Люди». В этом году он будет уже десятым. В театре говорят, что первыми выразили желание показать свои спектакли театры из Армении, США и Албании. 21 апреля в этом же театре откроет еще один фестиваль «Крылья Победы», посвященный 75-летию Великой Победы. В 2020-м патриотическое мероприятие поменяет статус. С межрегионального на всероссийское. Благодаря поддержке губернатора Орловской области Андрея Евгеньевича Клочкова и Управления культуры Орловской области было выделено финансирование, благодаря которому мы смогли провести первый в нашей области межрегиональный фестиваль «Крылья Победы». На торжественной церемонии закрытия первого фестиваля «Крылья Победы» заместитель губернатора Орловской области и председателя правительства Вадим Вячеславович Соколов сказал «Крыльям Победы быть и жить». И это дало возможность в этом году получить дополнительное финансирование и поднять статус фестиваля. Ну а Тургеневка планирует провести свой фестиваль «Русская классика». который был возрожден в прошлом году после 11-летнего перерыва – открытие осенью. На этом все. Я прощаюсь с вами. До встречи. Главнее всего погода в доме. Создатели уютной атмосферы – обои и мебель. Но не только. Дирижерами в ансамбле квартиры и дома зачастую выступают шторы. Наша компания «Акцент» начиналась с одного маленького магазина. Семь лет назад находится он у улицы Фомина, дом 2, напротив центрального универмага. Далее мы развивались и превратились в сеть салонов «Штор» от компании «Акцент». «Прованс» – это естественность, ампир – роскошь, хай-тек – практичность, винтаж – изысканность, барокко – вычурность. Шторы – это замечательный рассказчик, который красторищиво говорит о предпочтениях хозяйки. Впрочем, большинство орловчанок в вопросе подбора штор экспериментов не любят. Наибольшим спросом пользуется «Классика». Юля нам подсказала, дизайн хороший, мы выбрали, нам очень понравится. «Акцент» помогает в создании уюта и красоты. Здесь любят клиентов и ценят их верность. Когда покупатели приходят сюда вновь, им дарят тепло и радушие. Я сегодня получила подушки, две подушки, они очень красивые. Я их хочу подарить маме, чтобы она их положила на диван в новую квартиру. Ну, я вот уже на кухню себе шила шторы, вот в зал теперь шила. Теперь надо еще потом в спальне будет на будущее. С октября по декабрь 2019-го все покупатели, чей чек превысил 7 тысяч рублей, стали участниками новогоднего розыгрыша. Компания «Акцент» проводит его третий год подряд. Главным призовым «Акцентом» стал сертификат стоимостью 10 тысяч рублей на будущую покупку. Неожиданный подарок. Ну да. Здесь же и потратите, да? Ну, практически, да, здесь подарок. Ну, предполагаете что-нибудь купить? Ну, посмотрим, не знаю, у нас женой надо посоветоваться. Клиенты, не победившие в праздничном розыгрыше, с пустыми руками не ушли. Покупателям дарили наборы постельного белья, комплекты подушек и штор отечественного и зарубежного производства. 2020 год компания «Акцент» начала щедро. Ивановский текстиль начал свою работу на парковке гипермаркета «Европа» в Орле. Торговая точка расположилась на московской 67. Симпатичные калактики, симпатичные ночнички, дешевые носки. Два одеяла взял, на очки взял. Любим Ивановский текстиль. Хороший, качественный. Наверное, из всех он лучше. Выставка под знаменитым брендом – это большой ассортимент мужского и женского трикотажа. Постельного белья, подушек, одеял отличного качества по низким ценам. Наличные ярлыки пересыскуют постельные принадлежности. Это комплект постельных белья, подушки, одеяла, пледы, матрасники. Женские трикотажа – это ночные сорочки, халаты, пижамы, туники, домашние и повседневные костюмы. Также есть наличие платья. Сейчас хорошо идут на новогодние праздники, где женщины себя берут. Все изделия из отечественного трикотажа. Ивановский текстильцентр будет работать до 26 января на территории парковки гипермаркета «Европа». Остановка. Завод Медведева. О, привет, Маша! Я вот тоже договор оформил. Так я тебе уже два года назад говорила об этом. Молодец! Верный выбор сделан. Теперь деньги в правильном месте храню. Сберегательный союз. Ставка 11,25% годовых. Звоните 22 20 37. Здравствуйте! Время прогноза погоды на Первом областном. С вами Екатерина Ясная. 10 января на Руси праздником не считали. Однако этот день носил название «Рождественский мясоед» за насыщенность меню мясными продуктами. В этот период отмечалось много свадеб. Была возможность накрыть богатый стол. По народным приметам снег в этот день сулит скорое потепление. А что же у нас в Орле? В Амцинске снова пасмурно. Никаких осадков ждать не следует. Плюс один днем, ночью около нуля. В Ливнах пасмурно в течение дня. Без осадков. Плюс один днем, ночью минус один. В Волхове температура воздуха плюс один. Пасмурно. Ни дождя, ни снега не будет. Ночью тоже около нуля. Орел снег также обойдет стороной. Пасмурно. До плюс одного днем, ночью ноль. Ветер западный 3-4 метра в секунду. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Что в пределах нормы. Вы смотрели прогноз на пятницу. Самой короткой рабочей недели. А первая областная работает для вас. Наши партнеры. Кредитный потребительский кооператив «Сберегательный союз». Сбережения под высокие проценты. Ставки до 11,25% годовых. Все сбережения застрахованы. Хобби-гипермаркет «Леонардо». Вас ждут тысячи товаров для декора и рукоделия. Выбирайте творческие подарки в новом году вместе с хобби-гипермаркетом «Леонардо». Всем настоящие новогодние сказки в наступившем году. До свидания. О, привет, Маша. Я вот тоже договор оформила. Так я тебе уже два года назад говорила об этом. Молодец. Верный выбор сделан. Теперь деньги в правильном месте хранить. «Сберегательный союз». Ставка 11,25% годовых. Звоните 22 20 37. Хобби-гипермаркет «Леонардо». Настоящий простор для творчества. Тысячи наименований товара для декора и рукоделия. Прикоснись к миру творчества. Вместе с хобби-гипермаркетом «Леонардо». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова